а потом чуть выше автор пишет вот обо мне что наполнение светбетоном создаст нам монолитную структуру а в ссылке что это уже не монолитная структура и даже несколько килограмм тротила подчеркнуто ее не разрушит еще как разрушит гарантирует он такой чтобы гарантирует он такой вот я знаю что кого тратил я во-первых детство провел в белоруссии деревне крюки сейчас центр чернобыльской зоны рядом был немецкий склад который взорвали партизаны в войну что-то разлетелось там и тратил и снаряды и порох ящиками и мы дети мне было пять шесть семь лет бегали собирали все это взорвали и прочее я ракеты делал научился работать с порохами и так далее и знаешь у кого взрывчатка я знаю сам знаешь у кого снаряд я не один его взорвал ребенком потом когда переехали в казахстан в джасказгане я в школе учился я увлекался пиротехникой и ракетостроением модели действующие делал трехступенчатые они улетали на высоту три километра и увлекался пиротехникой и там была возможность в карьерах там ну тоннами десятками тонн взрывчатку использовать вот такие скважины надо было туда засыпать мешками взрывчатку взрывать скальный груз чтобы потом его грузить и увозить на переработку и в этих мешках оставались килограммы взрывчатки я собирал и делал даже направленные взрывы научился делать и так далее никто не пострадал я же не террорист я понимал опасность этого так я сделал сотни взрывов сотни взрывчаткой настоящей направленные взрывы делал скалы обрушивал ну в заброшенной карьеры где нет людей это было совершенно безопасно так я знаю о чем я говорю если взять взрыв и здесь безоболочечная так называемого без оболочки взрывчатка будет так вот когда безоболочно взрыв то взрывная волна идет там где нет сопротивления поэтому не то что килограмм тут 10 килограмм тротила сюда положишь и эта конструкция останется целой тем более она не монолитная а набрана сотен элементов и одновременно их нельзя разрушить я это знаю из своей практики как человека который увлекался пиротехникой знает что такое взрывчатка так поэтому я могу гарантировать этот человек я думаю не знает вообще что такое только по книжкам и что особенно понравилось ему понравилось провис струны на расстоянии 2000 метров составить несколько десятков метров да это же плюс я рассказывал благодаря этому мы разгоняем до большей скорости и кстати чем будет больше провис тем выше скорость поэтому на пролете 2 километра провис будет ну 60 там 80 метров значит мы можем развить скорость 100 120 150 км в час используем гравитацию не двигатель не тратя топлива энергию не загрязняя окружающую среду абсолютно комфортно и и тоже смеяться над этим ну неправильно надо физику немножко знать на самом деле правее эта скорость легко определяется это скорость зависит от перепада высот который гравитация разольет и она равна в корень квадратный два же аж где живет ускорение свободного падения аж перепад высот поэтому знаю физику можем посчитать очень какой провис оптимальный и мы это делаем он не произвольный он оптимальный что получить в режиме городского движения нужную скорость нужное ускорение нужно время в пути и тогда мы с помощью гравитации могут получить достичь не двигателя не топлива а помощью гравитации получить средней скорости движения в транспортной системе 80 90 км в час с учетом остановок на станциях чтобы понимать у московского метро 40 км в час средняя скорость значит система будет эффективней не тратя фактической энергии она будет более скоростной чем московского метро то есть это колоссальные плюсы а над этими смеются вот эти тролли малограмотные люди как о каких-то колоссальных недостатках еще и гарантируют да что там что-то разрушится это далее для так дальше пишет для городских структур во первых несколько десятков метров нужно будет поднять опору вы согласны ну что да поднять опору вот на 100 метров это здание а самолет чтобы лететь подниматься на 110 километров вот не надо его поднимать ему туда подниматься вот пусть летит на высоте 3 метра над землей сшибаются деревья и и все остальное и что такого мы входим в здание которое уже есть и мы не тратимся на его сооружение поднять опору на несколько десятков метров это слова автора ладно девятиэтажный дом порядка 27 метров высотой техническим этажом для ясности еще обращаю внимание пролет по автору два километра пусть даже между встречными нитками расстояние 10 метров но пусть 20 не жалко и какой он хорош ему ничего не жалко оказывается теперь представьте разнонагруженные странные массы вагончики со скоростью 150 километров в час а просто километров не в час навстречу друг другу с провисом несколько десятков метров с ветерком и соответственно с разной амплитудой качания повторяю со скоростью 300 километров в час то 150, то 300, то 600 лобового столкновения со стоячими пассажирами а что на высоте стоячие пассажиры видно юнибус туда въедет толпу со стоячими они ж наверно на высоте как он говорит 27 метров видно толпы стоят пассажиров и туда обязательно должен врезаться юнибус да ну бредятина да провис есть вопросов нет это физика никто с этим не спорит да скорость есть это тоже физика но она задана и провис и скорость заданы для городского режима да нет падежащих опор поэтому естественно ветер как и в канатных дорогах так вот для этих многограммотных товарищей скажу что максимальный пролет сегодня на канатной дороге три километра и что и что из этого что три километра зато ни одной опоры нету поэтому у нас и три может быть и даже пять километров при отдельном исполнении может быть так вот ветер будет отклонять естественно в бок путь мы знаем на сколько он отклоняет опять же физик это зависит от скорости ветра а на высотах на разных скорость разная поэтому поверхности земли одна скорость на высоте 100 метров другая скорость расчетная мы берем ту скорость она зависит от региона строительства мы берем этот регион и берем ветер с вероятностью раз сто лет то есть мы берем ветер который будет дуть раз сто лет и его берем в расчет и для этого нужна парусность знать какая парусность у пути какая парусность у юнибуса какая будет сила боковая действовать с учетом том числе что ветер он прерывистый и он вот тоже раскачивать это естественно вводится все в расчет и естественно вторая нитка идет на безопасном расстоянии вот здесь безопасное расстояние 30 метров почему потому что здание имеет ширину 30 метров и одна нитка один путь с одной стороны здания другой путь с другой стороны здания поэтому это расстояние абсолютно безопасно не только с толпой пассажиров которые как я говорю откуда они там возьмутся ну и со встречным юнибусом столповения не будет мы это понимаем и знаем без всяких таких консультантов